Меня зовут Мария Соболева, я выпускающий редактор книги Кимка. Это новая книжка Натальи Евдокимовой, уже известной нашим читателям по книжке «Конец света» и «Лето пахнет солью». Эта книга замечательна тем, что она совершенно не похожа на все то, что было до этого, и она адресована не только детям, она будет интересна и взрослым, которые, может быть, найдут для себя намек. Потому что главный герой Кимка, он создает собственные миры, он любит фантазировать и путешествовать, он не сидится на одном месте, а его родители постоянно смотрят телевизор. И мы постарались в этой книжке сделать такие иллюстрации, чтобы они заставляли нас всех фантазировать, дорисовывать, раскрашивать. То есть это так, это не только художественное произведение, но и книжка, в которой можно придумать свой собственный мир, дорисовав то, что уже придумала Наталья. Родители Кимки — это очень стандартный формат для современных родителей. Они постоянно смотрят телевизор. Многие из нас сейчас постоянно сидят в гаджетах, а вот они сидят постоянно в телевизоре. Каждый раз, когда Кимка возвращается домой, его родители также смотрят телевизор. Кимка съедает свой телеужин и отправляется обратно путешествовать. И вот однажды есть замечательный такой эпизод, когда Кимка возвращается, а у него родился брат. И он спрашивает своего отца, а как же назвали? И он говорит, то ли Кимка, то ли Евдоким. Точно не помню. Это вот тот случай, когда даже рождение ребенка для родителей, которые смотрят готовую историю в телевизоре, уже не является событием. То ли Кимка, то ли Евдоким. Точно не помню. Кимка говорит, пусть будет Демид. Кимка у вас уже есть.